Девчонки, всем привет! Сегодня я хочу вам показать вариант елочки, какой бы я хотела ее видеть хотя бы один год. Но так как мой сын постоянно просит игрушки своего детства, то каждый год мне приходится ее наряжать традиционно. Поэтому давайте я вам покажу, пока она у меня так недельку постояла и обрастет потом игрушками моего, даже моей мамы и моего сына детства. Давайте приступим. Значит, здесь у меня на моем камине, как вы видели уже, то есть я вам показывала этих оленей в мастер-классе. Здесь у меня носок осит для подарков рождественский. Здесь вот у меня подсвечники и вот такая вот игрушка интересная. Там, кстати, была фотография моего сына. Это вот олень. Рождественский елочка, которую я сама сделала. И подсвечники рождественские такие вот есть у меня красивые. Ну и тут Дед Мороз, в которого там внутрь можно поставить свечу. Вот примерно так у меня выглядит по-праздничному мой камин. Ну, вот моя елка. Я на ней не зажгла огоньки, хотя на ней две гирлянды сейчас. Но я хочу вам без огоньков показать ее, какой бы я ее хотела видеть. Вот такой вот белой, серебристой, льдистой хотя бы один год, но не получается. Поэтому показываю вам, пока она у меня такая и есть. Значит, вот у меня наверху шарик, который я в том году делала. Это у меня ангелочки, которых я купила в этом году. Но здесь повесила символ года, змею, такую смешную. Здесь вязаные звезды с магазина Икеи. Очень я их люблю. Такие вот ангелочки есть. Тоже другие, уже более-таки дешевые, чем те. Это корона тоже. Набор был в магазине Икея. Это вот мой шар, который я делала своими ручками. И, кстати, на разные елки пробовала, но на зеленой все-таки они смотрятся лучше. Здесь у меня такая вот еще протянутая гирлянда. Она на... Ну, как это называется-то? На проволоке, господи. Как снимаю, так начинаю волноваться. Господи, уже второй год снимаю, и все волнуйся. Так, вот такая вот игрушка. Я тоже ее показывала. Вот такая вот. Хотела, чтобы мне елочка была такая белая, серебристо-золотисто-прозрачная. Вот этот шарик, который тоже я делала в этом году. Здесь у меня Дедик Морозик висит. Ну, это опять то же самое здесь. Такой зеркальный шар. Это вот у меня тоже ангелочек, который в этом году я купила. Это шар Сашана. Тут есть у меня такая вот скрипка. И решила я из органзы сделать вот такие вот бамты, чтобы повеселее было. В том году я делала из синей атласной ленты, но в этом году вот решила из такой золотистой органзы. Здесь у меня колокольчик. Тоже вы его видели в моих покупках. Так, что еще? Вот такой вот большой шар я купила в Ашане. Такой заснеженный тоже. Этот шар я делала в том году. Так, ну вот этот колокольчик тоже в этом году я купила. Так, чтобы еще показать ангелочек, да? И вот, кстати, шар, который я делала тоже хендмейт на него. Кто-то мне там написал. Кстати, моя старая подписчица. Нам пришлось с ней после этого расстаться. Она от меня отписалась. Она мне написала, и неужели вы думаете, что это красиво? Да, я считаю, что это красиво. И мне он очень нравится. Он такой, как пироженка. Его хочется съесть. И напоминает старинную игрушку. Очень мне нравится этот шар. Очень я рада, что я его сделала собственными ручками. Очень красивый. Как муж говорит, кто не поднимет квоз пудику, как не сам пудик. Вот. Вдалеке. Как бы. Не удается мне вдалеке показать. Но, в общем-то, смысл вам понятен, как бы я хотела ее наряжать. Вот так вот она мне, конечно, больше нравится. Такая вся красивая. И в следующем видео я вам покажу окончательный вариант, который уже запрашивает мой сынок. Всем спасибо за внимание.